Съемочная группа канала Автоплюс находится на церемонии награждения премии Автодилер года, которая проводится уже в пятый раз. Задача проекта, как всегда, выявить лучших в сфере продаж и обслуживания. Пятый год подряд эксперты премии оценивают дилерские предприятия в Москве, Санкт-Петербурге и регионах. Порадовал Авелон, он взял очень много номинаций. Рад за Рольф, но в прошлые годы у него было чуть больше номинаций, чем сейчас, но он по-прежнему сохранил. Немножко потерял позиции прошлогодние лидеры, это ключи авто. Их обычно не брали, во многие центры ключи авто занимали лучшие позиции, сейчас они отошли на вторые-третьи места. Помимо постоянных посетителей пьедестала, в этом году на вершине успеха оказались и новички. Случилось это благодаря новой номинации «Маркетинг автомобиля с пробегом», которую выдвинул портал объявления Авито. Так как это новая номинация, то мы решили порадовать дилеров-победителей и всех тех, которые заняли с первого по десятое место в рейтинге, бонусным фондом на продвижение их автомобилей на Авито в размере 2 миллиона рублей. Еще одни новички. В номинации «Доверие потребителей». За него отметили марку BMW, а в массовом сегменте эксперты проголосовали за Subaru. Мы очень гордимся этой победой и благодарны жюри за оказанное доверие. Но состояние самого рынка оптимизма не вселяет. Сегодня радостный день, такой торжественный и так далее. Но и сегодня же вышла статистика EB, и она, к сожалению, не радостная. То есть минус 7% – это показатель, что рынок развернулся. Агентство «Автостат» пророчит рынку дальнейшее падение. Вероятно, многие бренды закроют год в минусе. Продолжение следует...